Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой Николай Слепцов у микрофона ведущей Саргалана Антонова. Сегодня, 2 июня, в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Между тем, нередко люди забывают, что избыточный вес и ожирение являются факторами риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей. А начинается всё с невнимания к рациону, к перееданию и несбалансированному составу меню. Пусть в этот день будет больше достоверной и полезной информации о том, какие пищевые привычки идут на благо здоровью и красоте, а какие вредны и опасны. Итак, как правильно построить свой рацион, чтобы он был вкусным, сбалансированным и не привёл к избыточному весу. Есть ли особенности пищевого рациона у нас, северян? Об этом и не только. Сегодня мы будем говорить с гостем нашей студии. Это главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения нашей республики, руководитель Центра питания Мединститута Северо-Восточного федерального университета имени Амосова, кандидат медицинских наук Ульяна Михайловна Лебедева. Добрый день. Добрый. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Саха-Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, Ульяна Михайловна, давайте скажем, наверное, в самом начале нашей передачи, с каких пор мы стали отмечать День здорового питания и в чём цель этого праздника? Вообще, Дни здорового питания есть и на всемирном уровне, и на всероссийском уровне. Всемирный День здорового питания проходит 16 октября. А вот 2 июня с начала 2000 годов проходит Всероссийский День здорового питания. Да, мы жители России, и поэтому вот этот наш день сегодня, где мы должны говорить очень много о здоровом питании, да, о провести просветительницу, массовую такую просветительскую работу, популяризировать новые тенденции, да, инновационные проекты в этой области здорового питания. Ну, проводить очень массовую такую большую широкомасштабную работу, чтобы привлечь внимание общественности, населения, да, к этой проблеме, проблеме здорового питания и как её решить. Что включает в себя вообще понятие здорового питания? Из каких компонентов оно состоит? Ну, здоровое питание – это питание, обеспечивающее, ну, гармоничный рост и развитие ребёнка, да, и влияющее на образ жизни, качество жизни, да, и способствующее укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Есть даже отдельная группа болезней, да, связанных с нарушением питания. Их называют алиментарно-зависимыми заболеваниями. Это болезни, начиная от расстройств питания, эндокринной системы, да, дефицитных состояний. Есть такие понятия железодефицитные состояния, очень широко развитые и в нашей республике, и по всей стране. Есть остеопенические состояния, это когда дефицит происходит кальция, фосфора, да, и в связи с этими возникающими болезнями, да, опорно-двигательного аппарата. Есть дефицитное состояние йода, да, вот наш регион, республика Сахая-Якутия является эндемичным регионом. И поэтому для того, чтобы этих болезней и нарушений не было, дефицитных состояний, с которого и начинаются любые болезни, да, мы должны их профилактировать, восполнять вот здоровым питанием и воду, и все продукты питания. И не только там в продуктах имеется дело, но и как их принимать, когда, в какой дозе, в какой норме, да, ну, население должно знать. И поэтому вот объявление таких дней, да, и мероприятий, это очень важно для проведения просветительской и популяризационной работы. Ну, что вообще о здоровом питании говорят научные современные исследования? Ну, вообще питание, ну, наш образ жизни, да, состоит из, ну, таких, некоторых факторов, да, и фактор питания, влияние вот этого питания, да, на здоровье людей, на жизнеобеспеченность, вот качество жизни, да, это очень важно, и практически по определению, по оценке Всемирной организации здравоохранения, этот фактор имеет, ну, до 60% в образе жизни, да, И практически, ну, любое настроение, состояние, да, вот зависит от приёма пищи, например, да, от тех продуктов, которые и блюд, кулинарных изделий, напитков, это у нас, у специалистов так разделяем не только продукты питания, но и во всех сборниках так и распределяются, да, зависит наше настроение, состояние и связанное с ними, ну, там, состояние, да, 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 состояние, вот. Хорошо, давайте теперь перейдём к особенностям здорового питания людей на Севере, вот вы сказали, что наш регион как раз-таки относится к местам, где у нас существует дефицит йода, вот каким образом нам правильно питаться, чтобы восполнить этот дефицит грамотно, чтобы сохранить своё здоровье. Ну, я недоответила на ваш вот третий вопрос, да, по этим, какие научные исследования проводятся и вообще есть в науке, какие результаты, подтверждающие вот состояние питания, да, в целом, и с ними связанных каких-то нарушений, вот, ну, которые плавно будут переходить, вот на четвёртый вопрос ваш, есть, для того, чтобы понимание было, есть понятие оценки фактического питания, да, и в России головным учреждением, которые занимаются этой проблематикой, да, и этими научными исследованиями, есть научно-исследовательский институт, бывшим называли, да, и федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии, безопасности пищи. Под курацией вот этого центра, да, института, кстати, у нашей республики есть, в 2010 году, когда мы приглашали, да, выездное заседание научного совета по медицинским проблемам питания, тогда ещё Российской академии меднаук, и приезжала группа, да, вот этого выездного заседания, и подписали с правительством республики нашей соглашение о взаимодействии, взаимном сотрудничестве на проведение научно-исследовательских работ, на проведение инновационных, ну, инновационных, там, проектов, да, на разработке, на проведение научно-методической работы, на проведение организационных и внедренческих работ в области питания, биотехнологии, там, гигиены питания, да, безопасности питания. Вот такое соглашение есть, и в рамках этого соглашения за вот прошедшие годы, да, и сейчас тоже, вот проведены ряд мероприятий очень больших, да, и внутри их, ну, такие фрагментарных мероприятий вообще даже не защитно, потому что их много, да. Кстати, вот сейчас, на данный момент, идет, я оттуда как раз к вам присоединилась, да, вот в эти дни, вот вчера Международный день защиты детей состоялся, сегодня Всероссийский день здорового питания, и Министерством образования и науки Республики заявлено на проведение первого республиканского фестиваля «Здоровое питание. Защита детей». Да, потому что, вот, актуализация, да, именно сохранение здоровья в этом детском возрасте через большой фактор, вот, питания, да, это огромное, и поэтому, естественно, конечно, последние годы и требования оттуда сверху имеются, да, и очень большие поддержки проводятся, ну, например, Федеральный центр мониторинга питания обучающихся организован даже в 2020 году, когда дополнительные средства были выделены на питание детей с 1 по 4 класс, да, это федеральный проект, который как раз, ну, завершится к сентябрю 2023 года, когда все регионы подключатся. И от того, что у нас в республике имелись тогда в 2020 году, в 2020 году, вот, оценки, да, результативность наших работ, вот, вот, 24 региона были подключены в эту пилотную площадку, потом на второй год, в 2022, 49 до 49 довели, и сейчас 89 регионов все будут подключены, и с сентября 2023 года вот уже по этой программе, по этому проекту все регионы будут работать, да, и в связи с этим, естественно, конечно, требования и к этому, к этой проблеме очень большие и из федеральных органов, и, естественно, выполняющие органы исполнительной власти Министерства образования и науки, и они поддерживают наши вот идеи, инициативы научных работников, да, этих научно-образовательных работников, мы разработки делаем, вот, практически я даже могу показать, Да, покажите, пожалуйста. Последние разработки о региональных стандартах оказания услуг по организации питания воспитанников в образовательных организациях республики, это для детских садов, да, для специалистов детских садов и для специалистов, вот, общеобразовательных, это школ. Вот такие региональные стандарты мы разработали вместе с такими ведущими организациями, как Республиканский Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», которые являются с 2019 года под приказом Министерства образования и науки, они являются координаторами этого направления, и с Республиканским Центром пищевых технологий, который мы открывали в декабре 2021 года. И поэтому наша задача, задача моя, главного специалиста, консолидировать все эти силы, потенциалы для решения одной задачи и искоренения проблемы, организации питания детей на разных уровнях, и в школах, и в детсадах. Ну вот вы сказали, что первый фестиваль у нас проходит, вчера был первый его день, второй сегодня. Какие мероприятия вошли в этот фестиваль? Вчера вот на Комсомольской площади ярмарку мы заявили о здоровом питании с привлечением этих товаропроизводителей из местной продукции, и консультации диетолога, анкетирование проводилось, ну в целом вот как ярмарка. И показ вот этих специализированных продуктов детского питания, их очень мало, их надо разрабатывать через пищевые технологии, биотехнологии с использованием нашего уникального сырья. А сегодня два мероприятия заявлены. С утра замечательный вообще мастер-класс провели на уровне техникума, технологического техникума сервиса имени Готовцева. В учебном корпусе вот эти специалисты, мастера, шеф-повара, они онлайн-офлайн показали технологию приготовления блюд, продуктов, кулинарных изделий и напитков, которые входят в примерные рационы, меню, утверждённые Роспотребнадзором по республике Саха-Якутия. Это наши разработки специалистов, которые мы утвердили в 2019 году, 5 марта, и презентовали на четвёртом, на пятом форуме. И эти меню есть, но в соответствии, конечно, в 2020 году изменены были санпины, в 2021 году нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и в энергии. Это через 15 лет, с учётом вот этих научных результатов, научных доказательств, эти нормы изменились, и поэтому эти нормы, когда изменятся, ещё неизвестно. Идут очень большие научные изыскания в области гигиены, питания, биотехнологии, диетологии, нутрициологии. И они все за 15 лет были собраны и вот этими нормами вышли. В соответствии этих изменений мы сейчас подготовили методические рекомендации по примерному цикличному меню. А они скоро должны тоже выходить как настольная книга вот такая вот для этих производственников, для использования специалистами на местах. То есть для использования на практике. Да, на практике. Хорошо. Ну, мы вот раз заговорили уже о детях, то хотелось бы вспомнить издание, главным редактором которых вы выступили. Это был альбом, который посвящён питанию матери и ребёнка. Да, это, ну, без ложной скромности скажу, действительно, книга, которая вот в течение трёх лет является на первом внимании вообще у всех, да, у общей общественности. Вчера, например, на торжественной выписке, посвящённой Международному дню защиты детей, общественной организации «Матери России», да, региональной, подарены были там мамочкам, выписывающимся, да, в перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы, где у нас в перинатальном центре есть центр грудного вскармливания. Мы организовали такой центр в 2012 году, и в прошлом году ещё банк грудного молока сделали, организовали, создали, да. Это, да, действительно очень большие такие, ну, такие полезные проекты, которые внедряются в практику. И вот этот дневник мы в 2020 году первое издание сделали в трёх разделах. Там дневник питания кормящей мамы, дневник грудного вскармливания и дневник питания малыша первого года жизни. А потом, когда мы переиздавали с учётом того, что действительно вот такие дневники должны быть предназначены для каждой женщины, да, естественно, конечно, все хотят таких дневников, чтобы подарить мамам, подарить любимой женщине, да, подарить вот родильнице, которая вот действительно осчастливила свою семью, да, рождением наследника, да, вот, и поэтому вот эти дневники, они чем отличаются? Это не простая книга, да, и почему мы могли электронно выпустить, электронно сделать, чтобы на сайтах всё это висело, да, но, тем не менее, эта книга отличается тем, дневник отличается тем, что это настоящий дневник, где женщина, да, мама ведёт свои записи, да, по своему питанию кормящей мамы. И в 2022 году у нас изменения были, мы туда добавили, и вот от предложения поступили, вот есть же пожелания от акушер-гинекологов, и нужно вот такие дневники раздавать, начиная от женской консультации, когда женщина, да, приступает в беременность, да, вот на учёт до 12 недель, да, и, естественно, конечно, мы вот как научно-образовательные специалисты, да, всё это переработали, разработали, доработали, и подали, и в таком виде, в котором сейчас мы имеем от 2022 года, да. Заинтересовались этим дневником вообще другие регионы, в Арктике полностью, да, потому что там наши разработки включены, о рационах питания кормящей беременной женщины, да, мамы в условиях Крайнего Севера, в условиях Арктики. Сейчас с прошлого года заинтересовались даже кавказские регионы, и практически вот готовятся эти последующие вот эти издания с их вот рационами, да, и с их подходом адаптации. То есть они взяли пример и решили адаптировать его под себя, под свой климат, под свою кухню. Мы с ними совместно эти разработки делаем, и поэтому это называется внедрение, да, научных изысканий, научно-методических подходов, вот, ну, на все побольше. Вот наука же должна своими, свои результаты и свои открытия или там разработки, да, распространять, и они должны быть полезные, да. Да, ну и об этом нужно больше рассказывать, потому что я вот помню в свое время, когда мы тоже искали подобную литературу, мы все время вот искали хотя бы Бенджамина Спока, чтобы получить какие-то вот первые знания, да, питания грудного ребенка и так далее. И я думаю, это просто очень здорово, когда вот у нас в республике уже есть свое научно обоснованное издание, которое получают наши мамочки при выписке из Ротома. Ну что же, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И сегодня мы говорим, что 2 июня – это день здорового питания в России. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и наш разговор сегодня посвящен теме здорового питания. Питание – это один из наиболее важных аспектов здорового образа жизни. В организме человека нет практически ни одного органа и системы, нормальная жизнедеятельность которых не зависела бы от того, что мы едим. Какие типы питания вредны для организма? Что входит в правильный завтрак? И чем диетолог отличается от нутрициолога? Об этом и многом другом сегодня мы говорим с гостем студии. Я напомню, что это главный внештатный диетолог Минздрава нашей республики, руководитель Центра питания Мединститута Северо-Восточного федерального университета имени Амосова, кандидат медицинских наук Ульяна Михайловна Лебедева. Ульяна Михайловна, вот мы говорили о дневнике матери и ребёнка. У вас есть дополнение небольшое? Ну, вообще, было бы очень радостно поделиться, что вот когда мы эти дневники дарим женщинам, мамочкам, и когда в присутствии папочек, да, отцов, у них вот такое их мнение, что вот почему в наше время таких дневников не было, чтобы мы показывали нашим детям, как мы развивались, да, как мы питались, как наши мамы нас любили вот в этой роли. И потом ещё этот дневник, он в прошлом году, в октябре прошлого года, да, состоялся всероссийский конкурс лучших изданий, да, университетской книги 2022. И этот дневник «Питание мамы и малыша» вот стал лауреатом, лучшей книгой, да, лучшим изданием в России. И это очень такое тоже для нас душевное, да, для дальнейших побед, для дальнейших стимулов для работы. Вот об этом тоже хотела сказать, что... Ну и большая награда, конечно же. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о нормах здорового питания людей, например, вот у нас на Севере, да, здесь ведь тоже есть какие-то свои нюансы. Ну я, да вот, озвучила уже, что в 21 году, 21 июля, да, вышел документ государственного нормирования, да, называется этот документ нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах среди различных групп населения. Кто такие различные группы населения? Это беременные женщины, кормящие мамы, да, дети первого года жизни, дети детсатовского возраста, дошкольного возраста, дошкольного возраста. Там в школьном возрасте разделяются на три периода, ну, например, с 7 до 11, с 11 до 14, с 15 до 17. Ну это ребёнок младшего класса, потом среднего звена и старшего звена, да. Там нормы различаются и не только там по возрасту, но и девочки, мальчики, потребности разные. Юноши, девушки, 15-17 лет, подростков, тоже потребности разные. И также и вот среди взрослого населения от 18 лет тоже потребности разные, да, для пожилого возраста, для старческого возраста, для женщин такого вот репродуктивного состояния, женщин такого пожилого возраста, да, во время менопаузы, ну, например, да, мужчины там старческого возраста. Это называются в целом различные группы населения. Среди них вот такое нормирование вышло. И в этом документе как раз прописывается, да, с учётом вот результатов наших исследований, да, что мы доказали, что на севере, ну, по-другому, с особенностями надо кормить население, да, и вышли, что на 10-15% увеличение по вкладу белка, жира, углеводов и других витаминов, минеральных веществ, да, вот, и поэтому с учётом вот этих данных наши разработки и проводятся. То есть я так понимаю, что на 15% больше, например, составляющих мы должны потреблять по сравнению с жителями, например, средней полосы России. Да, 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 совершенно правильно. Хорошо. Ну, сейчас вот стало трендом обращаться к услугам нутрициологов, да, чем они вообще отличаются от диетологов, это мой первый вопрос. И сейчас действительно очень много появилось нутрициологов, которые предлагают свои услуги в социальных сетях и так далее. И вообще им важно иметь медицинское образование, либо нет? Вот хотелось бы знать ваш взгляд. Вот в России, да, есть система образования, и в этой системе готовят диетологов, да. Нутрициология ещё, ну, не подходила, ну, диетологов государственного такого образца, и поэтому диетологи, и есть, ну, такие курсы, да, повышение, вот последние годы, особенно повышение квалификации, которые готовят нутрициологов. Диетология – это первичное повышение, ну, подготовка, да, специалиста. Пять, ну, где-то полгода обучаются, да, более, там, 500 с лишним часов, да, и готовят вот специалистов для вот применения в этих работах в медицинских организациях, да, и в организациях такого социального уровня, в социальной сфере. А вот нутрициологи, они, да, есть такие курсы, и дают государственного образца, такие нормативные, ну, документы, да, но, тем не менее, нутрициологи – это специалисты, могут быть разного такого уровня. Нутрициологи, которые в сетевых маркетингах работают, да, вот, которые продвигают для того, чтобы продвигать продукцию разного уровня, и пищевые добавки, биологические активные добавки, они, естественно, конечно, должны знать, что они продвигают, да, и вот курсы, которые состоят из трёх дней, есть даже, да, которые дают там удостоверение или сертификации, и есть нутрициологи без медицинского образования, да, и есть консультанты по питанию, вот, есть тоже сертификатом консультантов по питанию, есть консультанты по грудному скармливанию, да, и поэтому, в принципе, у нас есть очень хороший опыт в этом деле. Ну, вот, можем ли мы доверять вот этим людям, которые, например, в течение трёх дней прошли курсы, и после этого они уже учат, как мы должны жить, что мы должны есть, в каком количестве и так далее? Ну, там дают основы, да, основы образа жизни, основы образа питания, да, и о принципах здорового питания, и поэтому эти специалисты, они могут говорить об этом. Они, естественно, конечно, каждый на своём уровне ещё добавляет свою информацию, материалы, да, и знания, и с учётом этого могут рассказывать. Это нам нужно, потому что чем больше мы говорим о здоровом питании, это не, ну, проведение просветительской работы со всех источников должно идти, да, на разных уровнях. Тогда мы добьёмся больше масштабности, да, внедрения наших проектов, больше масштабности про передачи информации, знаний и детям, и взрослому населению. Но, тем не менее, по поводу доверия у каждого есть свои разграниченные полномочия, да. Ну, например, информацию дать, да, рассказывать о здоровом питании каждый может, и должен, и обязан это делать. В семье это должно происходить, с каждым членом семьи, да. Кто что знает, они могут делиться, потому что и обсуждать эту проблему с разных источников, на разном уровне. И поэтому здесь не столь в доверии дело, сколь в проведении вот данных, данной ситуации, действий, да. Вот, а именно конкретно, если касается специализированного подхода, вот специалисты-нутрициологи, которые, ну, прошли в области нутрициологии, может быть, ну, информацию только, да, то они, ну, не могут в области, например, профилактики лечения заболеваний или каких-то подходов конкретных, медицинского назначения, да, об этом, конечно, говорить и вести не могут. Вот, и поэтому у нас очень хороший опыт введения у Минздрава, да, республики с региональным отделением Матери России. Вот мы же очень много работаем с 2012 года, да, работаем по поддержке и охране грудного скармлива, по внедрению глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения и в том числе программы «Больница доброжелательная» к детям, да, вот по подготовке консультантов. По России есть, подготовят консультантов. И мы с Прасковой Петровной в 2016 году ездили на международную конференцию и, ну, внесли предложение по разограничению полномочий. Вот если медицинские работники, вот если говорится о консультантах, то говорится о медицинских, ну, о работниках с медицинской подготовкой, да, с медицинским образованием. И вот придумали, да, ну, как не разработали, вот действия этих пропагандистов. И те, все специалисты, которые будут говорить о поддержке, охране и пропаганде грудного скармливания, они как раз у нас, от нас даже получали сертификаты на всех неделях грудного скармливания, где мы проводим образовательные информационные программы. Хорошо. Ну, сегодня, вот как мы говорили, отмечается День здорового питания, но также вот вторая половина этого праздника называется «Отказа от излишеств еде». Вот что мы называем излишеством и к чему оно обычно приводит? Вот мы затронули вопрос норм, да, и вести есть нормы, да, нормы потребления, нормы обеспечения, вот там есть нормы потребления и продуктами питания, и блюдами разными, да, сколько должно быть, и нормы обеспеченности этих рационов разными пищевыми веществами. Ну, а кто больше этих норм выходит, естественно, конечно, является излишеством. Конечно, в России эта проблема есть, в мире есть эта проблема, да, ну, 30%, 28,7%, ну, и 5% населения вообще вот на этой грани, да, в мире находится, вот на этой грани ожирения. И поэтому это всё происходит от того, что население питается, ну, хаотично, да, и без, ну, без придерживания этих принципов здорового питания, да, и, конечно, вот слова академика Тутальяна Виктора Александровича, кстати, он позавчера тоже я услышала, вот в эти дни проходит на уровне, ну, по всей России много мероприятий, что, ну, не едят, а жрут, да, и поэтому, естественно, конечно, этого нельзя делать, допускать, да, и вот каждый, мы работаем над тем, да, проводим просветительскую информационно-образовательную работу, и образовательные учреждения есть много у нас, да, средние образовательные, высшие образовательные учреждения, и научные учреждения, которые проводят эти образовательные программы, они все нацелены на проведение просветительской работы для того, чтобы населению дать знания в этой области, в области здорового рационального питания. Конечно, вот излишество в виде, да, приводит к избыточному весу вначале, а потом, который плавно перейдёт к ожирению, если этот человек не остановится на этом, на лишнем весе, да, и вот ожирение – это фактор риска всех хронических неинфекционных болезней, начиная от повышения сахара, да, который приводит к сахарному диабету, артериальной гипертензии, всех аллергических болезней, да, и вот они в купе, вот, в системе, называются как болезни, хронические болезни, неинфекционные болезни. Ну вот если мы посмотрим даже, к примеру, вчерашний день, родители постоянно вводят детей для того, чтобы покупать им фастфуд. Те же бургеры, ту же пиццу, картофель фри и так далее. Это ведь нездоровая еда. Знаете, мы по этому вопросу очень много говорим специалистов друг с другом, ну, там, нутрициологи, диетологи, да, с биотехнологами, технологами, пищевыми технологами, рестораторами разными, да, которые занимаются в общественном здоровье и поварами общественных новопитаний в организованных коллективах, да, и технологами. И приводим к общему знаменателю, что вот это, конечно, это продукт. Продукт можно подать совершенно по-разному. Вот тот продукт, который от Запада идёт, естественно, конечно, воспринимается по технологическим моментам, воспринимается как нездоровый продукт, да. А мы, вот технологи, предлагают, да, вот те же самые чипсы, да, тот же самый бургер, например, да, можно готовить нашими продуктами, да, уже проверенными нашими отечественными, там, с отечественным сырьём местным, да, с отечественными продуктами, и подать так же, как и продукт здорового питания. Это можно. И поэтому вот этот вид продуктов, ну, например, да, те же самые, ту же самую Кока-Колу или другие газированные напитки можно заменить нашими напитками, да, из нашего такого уникального состава, такого дикорастущих вот этих ягод, да. Вот сегодня как раз на мастер-классе я вообще, они приготовили такой кисель, да, из наших ягод, вот, и они говорят, Ульяна Михайловна, это же ваши разработки, технологические карты, которые вы прописали. Вот такой вкус, такая органолептика вообще. Вот если, например, такое подать ребёнку, да, в детском саду или в школе, это и здоровый продукт, и для развития его, для здоровья. Вот, и поэтому это спорный вопрос, который нужно прорабатывать очень чётко. Ну, и родители, наверное, сами должны уметь принимать правильное решение, уметь выбрать правильный продукт. И родителей надо обучать, чтобы родитель у себя дома тоже смог готовить, да, вот эти продукты здорового питания. Хорошо. Ну и совсем коротко, да, ответ на вопрос. Каким образом мы должны готовить правильный завтрак? Что это должно быть? Каша, бутерброды с чаем, либо что? Ну, вообще, здоровые завтраки, да, они должны быть здоровыми завтраками. И состоять из качественных и безопасных продуктов. Что каша, что бутерброды. Ну, и, конечно, говорится о не бутербродах с колбасой, да, а именно о бутербродах с каким-то там, с мясным, с этим, с добавлением огурцов, помидоров. Ну, например, да, из наших вот этих... С правильным соотношением белка и клетчатки. Да, белка, клетчатки, всех пищевых веществ, всех элементов. Хорошо, я благодарю вас за очень интересный и познавательный разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Сегодня мы говорили о здоровом питании. Всего вам самого доброго. До свидания. Будьте здоровы.